Сежеин глядит по будущим, И влажен, Раби Божий, Убрящих дящих. Мы продолжаем знакомство с душеполезными поучениями Авадорофея и заметим, что названы они так не случайно. Более того, о них часто говорят, как о бесценной сокровищнице духовной мудрости, в которой каждый может найти множество спасительных советов и наставлений. Их преподобный Дорофей дает из глубины своих знаний и опыта, дает с любовью, простотой. А мы в итоге получаем для пользы души удивительное духовное зеркало, глядя в которое, можем обнаружить и свои душевные немощи, и свои страсти, а вместе с тем увидеть, как нужно исправлять и очищать свое сердце. Так, читая на предыдущих уроках по учению о страхе Божьем, мы узнали, что иметь такой страх христианину необходимо, и без этой добродетели мы не сможем исполнять волю Божью. Однако прежде страху Господню нужно научиться. То есть человек должен немало духовно потрудиться, чтобы приобрести такой страх. Что же для этого надо делать? Ава Дорофей учит, что для этого необходимо иметь память смертную, необходимо постоянно испытывать себя, а еще не быть дерзкими, ни по отношению к ближним, ни по отношению к Богу. И далее он подробно рассматривает дерзость и показывает, насколько она опасна и гибельна. «Нет страсти вреднее дерзости», — говорит Ава, «ибо она есть мать всех страстей, потому что отгоняет от души страх Божий. Ибо если этим страхом человек уклоняется от зла, то верное и обратное, где нет страха Божьего, там всякая страсть». И наш сегодняшний урок мы начнем с рассмотрения того, как и когда проявляется этот духовный недуг, а главное, почему. Одним из важных моментов в том, чтобы сохранить страх Божий, как раз является то, когда нам надо кого-нибудь исправить. это же очень так, ну, тяжело. Почему? Потому что это же ясно вроде как. Потому что мы это видим сейчас очень часто, это бывает. Почему многие движения к исправлению общества, судя по всему, не приносят видимой пользы? Потому что пытаются исправить без любви, без смирения. А с тем, что нагнуть человека, всячески его, тем не менее, он же плохой, так скажем, да, всячески его унизить, показать, чтобы он знал свое место. Оно обыкновенно определяется где-нибудь у печки или еще где-нибудь подальше. Вот. А вот Дорофея по этому поводу очень хороший и важный совет. Ну, стоит, конечно, к ним прислушаться. Он, в частности, пишет. «Хорошо нам иметь благоговение, бояться вредить себе и другим, почитать друг друга». Ну, вот мы как раз на этом примерно остановились. Состерегаться, даже друг друга смотреть в лицо. Его мысль, в общем-то, понятна, что он, поскольку держится осторожности, то он старается и отставить всякие разные поводы к тому, чтобы, еще раз говорю, друг друга смущать. «Если случится, кому видеть, что брат его согрешает, не должен его презирать и молчать об этом, попуская ему погибнуть». Тоже очень интересное рассуждение. То есть не так, что замолчал и ничего не говори. Всяк сверчок, знай свой шесток. Нет, вот именно как раз этого Ава Дорофей вовсе и не советует. Наоборот, не презирай брата, а попытайся ему сказать. Ну, не надо его ни укорять, ни злословить, что как раз часто и происходит, что пытаются людей исправить, но изначально думают, что они, не знаю, воры, разбойники и все такое прочее. И поэтому, что когда пытаешься человека исправить, когда ему вначале сообщаешь, что он достоин виселицы, расстрела и одновременно закапывание заживо, то понятно, что потом, в общем, наверное, сложно как-то будет такого человека исправить, потому что он будет понимать так, что если я сейчас признаюсь, то, во-первых, моя гордость это не позволяет, во-вторых, я признаюсь, он свои угрозы, так как исполнит, ведь кто его знает, может, вполне, в истории такое бывало. Не надо его ни укорять, ни злословить, но с чувством сострадания, страхом Божьим, надо сказать тому, кто может его исправить. Ну или сам видевший пусть скажет ему с любовью, с смирением говоря, прости, брат, мы, если не ошибаюсь, мы нехорошо это делаем. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот именно такого любовного и спокойного, не истерического отношения сейчас как раз очень мало. Если он не послушает, скажи другому, о котором знаешь, что он имеет к нему доверие. Ну или скажи его старцу или Авве, смотря по важности согрешения, чтобы они его исправили, и потом быть спокоен. Конечно, у нас есть сложность, что не у всяких согрешающих есть Авва и старец. Так ведь, да? Это в этом сложность, конечно, присутствует. Но это и не повод к тому, что если... Можно, конечно, спросить человека, у тебя есть Авва или старец? Он пишет, я даже не знаю, кто это такие. Ну раз так, тогда я буду тебя пинать ногами и всячески над тобой издеваться, потому что ты не человек. И поправлять тебя не с любовью и смирением, а с гордостью и тщеславием. Ну, наверное, мы так делать не будем. Хотя бы какие-то вещи, еще раз говорю, мне кажется, в отношении с людьми отсюда можно и нужно взять. Говори, важный момент, с целью исправить брата своего, а не ради празднословия, не ради злословия, не для укорения его, не из желания его обличить, не для осуждения, и не притворяясь, что исправляешь его, а сам внутри имеешь что-нибудь из вышеупомянутого. Как раз вот, может быть, корневое в этом смысле место из Авва Дорофея, почему еще раз говорю, часто не получается ничего исправить, как мы видим в общественной жизни, потому что недостатки, которые мы часто видим, они есть, конечно же, они становятся поводом не для того, чтобы исправлять их, а для того, чтобы на их основе всячески укорить, всячески злословить, ну и тому подобное. Если человек там неправильно что-то как-то мыслит по-нашему, то он обязательно сразу же, следующая ступенька, мы сразу его назовем, ну не знаю, ватником там, или либералом жестоких кровей, или еще что-то в этом роде. Ну понятно, потому что очень сложно как бы беседовать будет. Ибо поистине, если кто скажет и самому Ави его, но говорит не для исправления ближнего, или не для избежания собственного вреда, то это грех, ибо это злословие. Но пусть он испытает сердце свое, не имеет ли оно какого-либо пристрастного движения, если так, то пусть не говорит. Вот культура молчания не говорит человеку не потому что не презирает, а потому что внутри себя понимает, что сильно большое есть какое-то вот пристрастие. Пристрастие, понятно, имеется в виду не любовное какое-то, не симпатия, а наоборот, я вот раздражен очень сильно на эту группу людей или на этого человека. Я поэтому отдаю себе отчет в том, что по здравом размышлении, что у меня вряд ли получится в таком состоянии находясь, человека исправлять. Поэтому лучше, конечно, промолчать. То есть, если мы отступим от политических всяких разных вещей, вступим во всем знакомую область супермаркета, шаговой доступности, и понятно, что если мы на кассиры изначально раздражены, то лучше с ним в пререкании, в исправлении всячески не, наверное, не вступать, потому что от этого произойдет еще один средней тяжести, или может быть даже ниже средней тяжести, скандал, которых, и так бывает, бывает у этого человека довольно много. Чего еще умыржет-то лишний Тарас и себя тоже. Но, если человек, рассмотрев себя внимательно, увидит, что хочет сказать и сострадание для пользы, но внутренне смущается этим страстным помыслом, то есть, не может понять все-таки до конца, он пусть скажет Ави со смирением о себе ближним, говоря так, «Совесть моя свидетельствует мне, что я хочу сказать для исправления брата моего, но чувствую, что имею внутри некий смешанный помысл, и не знаю, от того ли, что я имел некогда неприятность с этим братом, или это искушение, которое препятствует мне сказать для того, чтобы не последовало его исправление». Ну, то есть, я же понимаю, что вроде как бы и нужно сказать так, но у меня некое смущение есть. Ну, вот понятно, что в ситуации, еще раз говорю, с кассиром, который нам, как нам кажется, неправильно себя ведет, ну, может, действительно себя неправильно ведет, к Ави сразу не побежишь, скажем так, да, но повод все-таки для размышления есть, то есть человек же может себя попросить хотя бы, уж хотя бы так, ну, вот, а потом при случае, если возможность будет у надежного человека, духовника, там, еще как-то, или у духовного товарища, которого можно попросить, спросить-то же можно будет? Ну, вот. Бывает, что иной говорит не для пользы своего брата, а по опасению собственного ряда. просто так, еще, из празднословия. Ну, и зачем злословить, задается вопрос Амава Дорофея. К чему? Часто и брат узнает, что о нем говорили, смущается, и от этого происходит скорбь, еще больше вред. Но когда кто говорит, как мы сказали, единственно ради пользы брата, то Бог не попустит, чтобы произошло смущение, чтобы последовали от этого скорбь или вред. Понятно, что примеры с кассиром, они очень легкие, потому что кассиры, ну, надо признать, обыкновенно мы знаем только в лицо или по бейджугу, что его зовут Айгуль или Марина, ну, бывает такое имя, но это не так часто, но тем не менее. Вот. А понятно, что здесь-то это особенно нужно, вот эти все правила, эти все, это все рассуждения, а в Амава Дорофея очень нужно как бы в общении с теми людьми, которыми мы постоянно в этом общении находимся. В коллективе это называется, в общении там и так далее. Вот. Потому что мы часто видим и это сейчас прямо наблюдаем, как очень быстро люди, казалось бы, занимающиеся одним делом или одним служением, могут впасть во всякие разные ссоры, скорби, подозрения, смущения, смятения, вот, злословия, ну, и так далее. Вот. И вроде бы людей много, а дело не делается, или делается очень плохо, и не нужно как-то. Почему? Потому что вот эта вот дерзость, это нежелание поиметь страх Божий ради человека какого-то, да, оно, конечно, сильно вредит. И так постарайтесь, как мы сказали, удерживать язык свой, чтобы не сказать чего-либо худого ближнему, и никого не соблазнять ни словом, ни делом, ни взглядом, ни другим каким-либо образом, и не будьте удобораздражительны, чтобы когда кто-нибудь из вас услышит от брата своего неприятное слово, не возмущаться тотчас гневом, не отвечать ему дерзко, и не оставаться в оскорблении на него, это неприлично хотящим спастись, неприлично подвязающимся. Конечно, Ава Дорофей говорит такие вроде как бы вещи простые, нам понятно, но, во-первых, хорошо еще раз их услышать, а, во-вторых, конечно, он говорит вещи такие неподъемные вроде бы временами, потому что, ну как не раздражаться, ну как не отвечать дерзостью, если ты не раздражишься, не ответишь дерзостью, то человек скажет, ага, значит, можно на него сесть и ножки свешать, так ведь вроде получается, вот, и поэтому очень сложно, когда такие вот мысли входят в голову человеку, что, а как не ответить, я сейчас не отвечу, а потом он опять меня будет гонять по офису, но, Ава Дорофей, когда вот эти вот вещи теоретические пишет, так скажем, да, он это пишет, вернее, говорит, конечно же, говорит, не от того, что, видите, что он подумал хорошенько, погрыз, там, перу или, в нашем случае, ручку, вот так вот хорошо надо поступать, то есть теоретически все прекрасно, на практике он с этим не сталкивался, но он на практике с этим сталкивался, на практике он с этим сталкивался, и даже вот он как раз дальше начинает про это говорить, это очень интересно, и в то, и в интересном смысле, как он исполнял то, что он проповедует, и его описание, то, как он жил в обители своей, так скажем, да, оно очень, как бы сказать, простое, довольно-таки, надо признать, не злословное, то есть, то, что он описывает, так сказать, специально, видимо, держу паузу, да, можно писать очень смачно, так скажем, найти всякие разные термины, ну вот описывающие психологическое и физическое давление, но он это описывает как-то довольно спокойно на самом деле, что внимательного человека, наверное, что внимательному человеку должно представить Аву Дорофея как действительного человека, который правду говорит и исполняет ее. То есть, это не просто сотрясение воздуха приятными и хорошими словами, но этот человек исполнил сам. Игорь Негода. Каждый смиряйся перед Богом и перед братом своим и отсекай свою волю. Как он это делает? И он рассказывает. Он рассказывает. Я, говорит, не знаю, сделал я когда-нибудь что-нибудь доброе, но если Бог и покрыл меня, ну то есть, защитил, дал свой покров, я знаю, что покрывал он, потому что я никогда не считал себя лучшим брата своего, но всегда оставил своего брата выше себя. И он начинает рассказывать, что он служил в монастыре Ави и Иоанну. Вот. И был этому, конечно, очень рад, потому что этого старца очень сильно почитали. И он много от него воспринял. здесь он говорит о излюбленных четырех поучениях этого старца. Вот. И сама форма их. Ну, видно, когда Кавва Дорофей вдруг немножко останавливается, ему, видимо, саму очень радостно и как-то сердечно хорошо вспомнить еще раз. Вот. Еще раз вспомнить своего, вот этого духовного наставника. То есть, когда мы знаем даже какой-то злой человек вдруг останавливается и вспоминает что-то, ну как сказать, радостное и хорошее в его жизни, он и немножко сам как-то мягшеет, да, помягше становится. А что же говорить об Аве Дорофею, который так сам добрый, святой человек? И вот вот эти следующие страницы, вообще те места, где он так или иначе вспоминает свою жизнь, не всегда, кстати, еще раз повторюсь, в приятных каких-то моментах, но он как-то вот эти вот страницы, ну, у нас страницы, да, не каким-то своим очень таким, не знаю, какое слово подобрать, спокойным светом освещаются, вот, и это, пожалуй, одна из вот таких особенностей получения Аве Дорофея, которые, может быть, и делают во многом эту книгу с свято- Продолжение следует... Так вот, старец имел обыкновение повторять четыре изречения «Всякий вечер, когда мне надлежало уходить». Он всегда говорил мне сверх всего иного одно из этих изречений и начинал так. «Сказал я однажды». И еще он прибавлял «Бог да сохранит любовь». То есть к каждому такому сказал однажды брат «Бог да сохранит любовь» и поучение какое-нибудь. Через сохранение совести в отношении брата рождается смиренно, мудрее. Или никогда не должен предпочитать свою волю, волю брата своего. То есть такие изречения очень высокие, конечно. Отцы сказали, он повторяет апостола Павла, «Друг друга тяготы носить и так исполните закон Христов». Так каждый раз он эти поучения ему давал. С большой любовью я водорофия явно их воспринял. И дальше он рассказывает, что один из братьев очень скорбел, что не ему поручили послужить этому старцу. Он вот, видимо, обижался. А вот Ава-Дорофей, ну, будущий Ава-Дорофей пошел спрашивать. Этому брату говорит, приличнее меня послужить святому, если это тебе угодно, о Авва. Ну, то есть он спросил разрешение. Не то, что, так, давай, брат, ты служи вместо меня, но он пошел спрашивать. И так вот он провел 9 лет. Не знаю, сказал я кому худое слово, говорит Ава-Дорофей, хотя имел послушание. И поверьте, я очень помню, говорит он. Вот это вот очень здорово. И поверьте, я очень помню. То есть не то, что это как-то у него пропало, не то, что это он был такой, как бы, так сказать, жутко хладнокровный человек, как он одного брата описывает, который, ну, лают на меня эти псы, и что теперь? Ничего теперь, ничего страшного. Нет, он говорит, я поверьте, очень помню, как один брат или... Да, один брат, идя вслед за мной от больницы до самой церкви, поносил меня, а я шел впереди его. Не говоря ни слова. Ну вот, я шел впереди его, не говоря ни слова. Это, как бы сказать, это замечание, что я шел впереди него, не говоря ни слова, понятно, что оно нам напоминает страницы некие и Ветхого Завета, когда некоторые праведники тоже старались не отвечать. Но вот это вот шел впереди него, не говоря ни слова, это очень как-то тонко замечено, потому что, ну, тебя поносят сзади, ты идешь, не говоришь ни слова, ну, как бы особо не поворачиваешься. Это можно, конечно, и за гордость принять, конечно, да, но там гордости, как мы понимаем, не было. А вот смирение, конечно, было, ну, и он все-таки положил все-таки на волю Божью по той простой причине, что когда тебя сзади ругают, когда тебя сзади собака лает, лучше, наверное, все-таки повернуться и на нее немножко, так сказать, лицом смотреть, может, кинется. И я, понятно, что не сравниваю здесь человека и собаку, брата этого, но просто то, что говорит дальше Ава Дорофей в своих прекрасных воспоминаниях, в общем, показывает, что здесь стоило оборачиваться, потому что мало ли что могло сзади прилететь. Свят, 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 Боже, Богородицею помилуй нас.